Коррупция главная проблема и главный вирус нашей страны. Кроме того, что она плотно пропитала все сферы нашей жизни, она легко поражает каждый новый орган, который создается для борьбы с ней. В итоге группа антикоррупционных ведомств периодически вступает в борьбу между собой. Работа всей этой бригады точно не покрывает расходов на их содержание, а сами они не оправдывают результатов, которых от них ожидают. В конце октября, в разгар подсчета голосов на местных выборах, Конституционный суд принял решение, которое обнулило всю борьбу с нечистыми на руку чиновниками. Судей тут же обвинили в атаке на всю антикоррупционную систему. На защиту стал лично президент, по словам которого, отмена этих норм нарушала обязательства Украины перед МВФ, Мировым банком и ставила под угрозу безвиз Евросоюзом. В итоге полномасштабный политический кризис предпочли замять и в качестве компромисса проголосовали новый закон про НПК. А в конце декабря президент отстранил главу Конституционного суда на два месяца, что, по мнению судей, тоже противоречит Конституции. Да и зачем было это делать, до конца непонятно. Как и неясно, кто организовал кампанию по дискредитации Тупицкого, выложив в СМИ детали шикарного отдыха в Дубаях. Приговорный процесс по-доброму между Офисом Президента и Конституционным судом не дал желаемых результатов. Конституционный суд не принимал острых решений в декабре. Но угроза того, что он мог принять решения по языку, по децентрализации, по электронному декларированию, подобные угрозы оставались. И поэтому шаг президента по отстранению главы Конституционного суда от своих обязанностей, от должности судьи, критикуются юристами, но он дает тактический выигрыш для внутриполитической повестки Украины. Конституционный суд удаляется пока из вопроса внутренней политики до, возможно, нового консенсуса и, возможно, даже с участием наших западных партнеров по тому, как уберечь украинскую политику от, возможно, необдуманных решений Конституционного суда. Среди возможных вариантов развития этой истории Конституционный суд доукомплектует по квоте Верховной Рады. Изменят регламент работы в части кворума для принятия решений. Не исключено, что часть судей добровольно или условно-добровольно уйдет в отставку. В результате этих действий, вероятнее всего, Зеленский усилит свое влияние на Конституционный суд. По меньшей мере, окружение попытается его в этом убедить. Необходимости протягивать через суд какие-то решения у президента точно нет. В этой истории с судом Зеленского, скорее всего, волнует получение неконтрольного пакета, а блокирующего. Зато теперь он может быть уверен, что судьи не будут трогать резонансные законы про землю, язык, игорный бизнес, и банки. Ну а что же чиновники? Декларирование им вернули, решение Конституционного суда показательно завернули, судей приструнили. Поможет ли все это наконец-то искоренить коррупцию и вывести на чистую воду взяточников? Из их деклараций мы этого точно не узнаем.